13 лет организация «Сырный клуб» посещает латвийские профессиональные школы с интересными лекциями для будущих поваров. В этот раз семинар был посвящен сырным изделиям и продуктам пчеловодства. Чтобы будущие повара больше узнали о латвийских продуктах, темы мы выбираем, которых нет в программе. Это как дополнение к учебному процессу. Сегодня здесь собрались более 120 молодых поваров. Интерес большой. Дегустационный стол постепенно опустошается. К новым сырам молодежь относится настороженно, но повар должен попробовать все. После познавательной лекции учащиеся техникума пробовали на вкус различные виды сыров от разных производителей, стараясь уловить вкусовые нюансы каждого изделия. Все супер и очень вкусно. Мы сейчас узнали, что очень важно повар узнать, из чего делается сыр, какие у нас есть сорта. А ты согласен с этим? Ты в дальнейшем же будешь работать? Может, в дальнейшем мне это понадобится. Может быть, как пойдет. Почему ты выбрал такую профессию? Ну, это интересно. Это очень увлекательно. И я выбрал именно кок. Это повар в море. И ты больше путешествуешь, больше узнаешь и больше практики от этого. То есть очень интересно. А дома ты уже готовишь? Бывает, готовлю, когда мама не дома. Мама не подпускает кухню. Ты мечтаешь работать коком на судне? Я пока не знаю. Пошел учиться по этой специальности. Но я смогу еще решить, где работать – на море или на суше. Нравятся ли тебе сыры, которые представлены сегодня? Да, все очень вкусно и хорошо. По мнению Гундерса Сисаниса, важно поддерживать связь между латвийскими производителями и теми, кто использует произведенные в Латвии продукты для приготовления пищи на предприятиях общественного питания. И начинать надо со студенческой скамьи. Очень важно, чтобы те, кто производит молоко, кто его перерабатывает, тесно контактировали с молодыми поварами. От этого зависит то, как мы представим продукцию, которая идет с латвийских полей. Мы рассказываем, и молодые повара могут много узнать от нас, получив информацию напрямую. Это существенное сотрудничество. Мысорный клуб, его осуществляем уже несколько лет. Во-первых, это знание продуктов. Есть такой предмет – товароведение. Благодаря таким семинарам они получают намного больше информации, нежели на уроках. Кроме того, на таких семинарах не только информация, но и дегустация. Латвия по праву может гордиться своей сырной продукцией. За последние годы производители сыров предложили десятки новых сортов. На магазинных полках есть и плавленые, и мягкие сорта, и полутвердые, и твердые сыры с приправами и без. Выбор довольно большой. Не все сорта мы знаем. Чаще всего мы консервативны в этом вопросе. Традиционно выбираем голландские или российские сыры. Но есть целый ряд других сортов. Палитра большая. За последние 10 лет уровень потребления сыра в стране вырос в несколько раз. Мы многого достигли. Мы теперь сыр кладем в супы, во вторые блюда, десерты из сыра делаем, торты. Мы научились использовать сыр так же, как и другие европейские страны. С древней профессией пчеловода и продуктами пчеловодства будущих поваров знакомила Байба Тикума. В большинстве своем мы воспринимаем пчеловодство только как мед. К тому же обычно люди говорят, мед есть мед, особых отличий нет. Поэтому на дегустацию мы предложили различные сорта меда. Кроме того, мы рассказываем, что из различных продуктов пчеловодства мы можем создавать новые продукты, предлагая новые букеты вкуса, что, по-моему, очень важно для поваров. Мед жидкий, кристаллический, смешанный, липовый, гречичный, в чистом виде, с хлебом. Вариаций употребления этого продукта множество. Многие пчеловоды смешивают мед с прополисом, с чилиным хлебом. Чилиный хлеб – это переработанная пчелами цветочная пыльца, которая намного легче переваривается организмом человека. Чилиный хлеб очень богат витаминами и различными ферментами. Лауреат конкурсов, шеф-повар замка Яунпил Сандра Зариня приготовила демонстрационные блюда, на примере которых будущие специалисты общественного питания могли увидеть возможности применения сыра. Татьяна Саксаганская, Эдгар Индриксон, Скурзамское телевидение.